Ужасное добро добра. Про то, что тогда господствовала была социальная деклама. Эта девушка была, тоже как вам известно, это Даша Алексеева из тогда фонда Верховки. Понимаете? Вот, сейчас в Чертишопе. После этого мы шли к метро и поняли, чем нам нужно заниматься, чем мы действительно хотим заниматься, потому что в своем деле мы были уже как бы сильно не первый год, и просто делать макеты было просто неинтересно. То есть ужаснейшую рутину. Мы связались с Дашей, и дальше пошло-поехало. И вот сейчас мы называем себя так. И вот после этого перед нами появились два красивых слова про Бона, небольшой дизайн команды, которая была совершенно ординарна и не могла сказать, чем она отличается в других ступень, в принципе. Возникли два прекрасных слова про Бона. Возникло такое смутное понимание, как вот это можно сделать, чтобы кроме получения прибыли, приносить в этот мир что-то еще, кроме производства макулатуры, которая потом все равно попадает в мусорный бак после каждой выставки, презентации. Значит, про Бону было прекрасно, и я его здесь на этом слайде сравнил с Айсбергом. Почему? Ну, может, с одной стороны пугает, с другой стороны вот у нас такие ощущения. Это красиво, это прекрасно. На поверхности лежит вот эта вот формулировочка. Мы работаем с социальными проектами. Это здорово? Это здорово. Но вот все основное, да, оно скрывается под водой, и оно содержит столько острых граней, каких-то буквальности и чего-то еще, обо что можно разбиться, если просто с налетом решить сделать мир лучше. Вот наша маленькая команда увидела этот Айсберг и попробовала у него с Карапасом. Соответственно, если, опять же, я говорю только о наших выводах и наших ощущениях, не более того. Если маленькая студия решает работать с ProBono, то сразу должна понять, что, значит, в этой работе нет места, долгим творческим поиском, разрыванию души пополам, вниманию себя, сердца, как данка и освещению всего мира, после чего ты падаешь и умираешь. Вот это все то, как пытаются сделать социальную рекламу просто десятилетия до этого. Это ужасно. И спасибо даже Алексеевой, что она как-то вот вела нас к этой мысли. А работа ProBono имеет смысл только в том случае для маленького бизнеса, если она превращается в регулярную деятельность, деятельность, которая носит системный характер, а деятельность, которая интегрирована в бизнес-процессов, деятельность, которая дает предсказуемый результат, деятельность, которая, собственно, осуществляет осознанность. Казалось бы, все понятно, зачем я это говорю вам, ну, людям, которые, многие из них, там гораздо больше, дольше нас в социальном предпринимательстве. Дело в том, что для очень большого числа людей из креативного сектора это совершенно непонятно. Социальная работа сводилась и сводится до сих пор к рождению гениальной идеи, например, плаката, которую ты потом относишь к Ливеннале, где-нибудь там в Брно, в Варшаве или на Золотую пчелу, и получаешь награду. Это такая гениальная мысль, которую ты родил, и после этого ты можешь смело умереть. Все. Собственно, социальные проекты хотят другого, они хотят, чтобы ты им регулярно помогал, делая продукт, а не рождая, не вымучивая гениальную мысль. Окей, мы попробовали так работать, когда, в общем-то, нам пришло осознание данных пунктов. С чем мы столкнулись дальше? Делать хорошие дела приятно, безусловно. Работать социальным проектами приятно вдвойне, но понимание того, что это действительно требует полноценной работы, даже если ты был готов это делать, приходит со временем. Почему? Потому что ты пытаешься встроить про-боно деятельность в свой бизнес-процесс, ты выделяешь кадры, ресурсы, планируешь, как это может быть сделано, и от тебя ведь хотят полноценный результат, да? Просто гениальная мысль. И это полноценная работа. А, за нее нужно платить зарплату. Про боно для, в случае маленькой студии, не знаю, как это в случае большой корпорации. Про BMW нам рассказывали, кстати говоря, буквально весной, что дизайнеры BMW устают от того, что их работа превращается в размещение логотипа BMW в заданные точки каждого формата. Работа теряет смысл. Поэтому для них вот про-боно деятельность в жизни необходима. Для маленькой студии это не совсем так очевидно. И, да, для социального, для соцпроекта это прогонно, но мы все равно должны платить зарплату нашим сотрудникам. Соответственно, дизайнер получает за, в нашем случае, все равно деньги за то, что он что-то делает для фонда или для такого-то проекта. Мы не можем себе позволить людей кормить ничем. И к этому надо быть готовым. Почему? Ну, казалось бы, это тоже понятно изначально, но когда прогонно-работа встает на поток, а, как я сказал в предыдущем слайде, это просто необходимо, иначе это не имеет смысла, и превращается в фестивальную такую благотворительность раз в год. И очень часто еще есть прикусы интуиенции, которые присутствуют в большом системе проекта в социальных рекламах. Так вот, только это превращается в систему, это отъедает много ресурсов. И, соответственно, за них нужно платить людям. К чему это приводит? Это приводит к тому, что, если разбираться очень сильно на индивидуальный iceberg, можно расшибиться и не рассчитать свои силы. Вот рассчитать свои силы для маленького бизнеса, в данном случае маленького дизайн-бюро, это, наверное, основное вообще, на что мы просили бы обратить внимание тех наших коллег по дизайн-цепи, которые последуют нашему примеру. Рассчитать свои силы. Тяжело отказывать людям, когда тебе говорят, ну, понимаешь, вот у нас, конечно, фонд сейчас нужно сделать бесплатно. И у нас такая тема, ты понимаешь, ну да, конечно, надо сделать бесплатно. Ты берешь эту пробону работу, эту пробону работу, эту, эту, эту. В итоге получается, что это очень много. И ты надрываешься, потому что не остается времени на выполнение заказов, за которые платят деньги, из которых мы, соответственно, финансируем в наших дизайнерах. Вот. В этот момент? В этот момент мы честно. Показать дизайнер на органах. А об этом, как бы, мой кейс. Теперь дизайнеры по трипсам катали. Да, мы заменили дизайнера, кстати, мы в процессе девочку. И меня дизайнер на робота. Ну, нет, на робота не смогли, заменили на живую девочку, очень хорошо. Ну да, потому что пункт. А еще пришлось сделать одну вещь. Пришлось ввести очередь. Иначе просто никак. Мы просчитали свою пропускную способность, она оказалась не очень особой. Ну, параллельно можно сделать два пробона проекта. Мы сказали честно, окей, мы больше не можем, друзья. И теперь просто, если кто-то подходит, мы говорим, окей, в середину ноября у нас заканчивается один проект, тогда можно взять. Ну, по-другому никак. Так, если столько проблем для маленькой студии начать работать про вона, так зачем же все это делать? Ну, опять же, казалось бы, все понимают, зачем. Но когда у тебя кончились деньги, а нужно заплатить зарплату, ты все-таки этот вопрос у тебя в голове поднимаешь. Так, где я ошибся? Зачем же это делать? Мы для себя, скажем так, выберем три момента. Один у нас был в головах изначально, когда мы шли на печакучу год назад. Этот момент, в общем-то, понятен в книгописи, но это теория мало к делу. Собственно, это история про тот самый свой садик, который ты возделаешь, потом будет всем хорошо. А как у дизайнеров у нас было четкое понимание, которое, конечно, пришло с годами, что мы все ответственны за органы визуальной культуры в нашей стране. Поэтому эти разговоры, почему у нас так плохо, почему у нас так убого и прочее, мы можем говорить только обращаясь к себе. Соответственно, именно поэтому не надо делать плохо. И надо делать такие буклеты, надо делать более понятные и... Конечно, тянет несколько, но не сочек. Более современные вещи. Конкретно эти картинки — это кейс трансплантация ЯЗА, который не совсем пробоно. Здесь, скажем прямо, что вот есть пробоно-пробоно, такое пробоннейшее пробоно, ты это делаешь совсем бесплатно. А есть такие классные случаи, когда... Вы знаете, у нас есть дело, но денег у нас есть вот столько. Ты смотришь на эти деньги и говоришь? Да. Вот трансплантация ЯЗА — это кейс как раз про это. Прекрасная региональная инициатива. А активисты этой инициативой живут, ну, просто в разных городах по всей стране. Они, в общем-то, в большинстве своем либо были пациентами, которые ждали органы и понимают, как это вообще не здорово, ну, как бы это либо с этим связано. У них было какое-то количество печатной продукции. У них была классная миссия и очень мало денег, необходимость сделать сайт и все остальное. И мы просто с радостью грызлись в этот кейс, и с ними с удовольствием работаем до сих пор. У них очень несложный сайт под именем, соответственно, donor4life.ru. Вот. И мы им уже сделали плакаты, буклеты и сайты, то есть все, и пятое-десятое, и предложение по идентике. Что важно? Важно то для нас было, что наш плакат появится около онкокабинета. Например, где-нибудь в институте Герцена, где-то в районной пиле. Вот это было очень важно. Это было даже гораздо важнее, чем сказать, о, мы сделали еще один сайт, там у нас клевые иллюстрации, и вот он такой классный на страничных. А вот когда, не дай бог, конечно, самому встретить этот плакат, но тем не менее ты знаешь, что это, и вот это серьезно. Соответственно, теория малых дел. Первое объяснение, зачем мы это делаем. Второе. Так или иначе, Прабона становится частью корпоративной культуры, даже очень маленькой студии, в которой у нас там не больше 10 человек. Они еще и раскиданы в недавнем прошлом от Израиля до Хабаровска, конкретно Тель-Авива до Хабаровска, сейчас там Москва-Хабаровск, но все равно. Вот они раскиданы. И тем не менее все равно нужно что-то, чтобы объединять этих людей, помимо ежемесячной зарплаты, Вейскампа и Скайма. Социальные работы, социальные проекты очень хорошо решают эту задачу. Особенно если это не добро добра и рождение в муках, гениальной идеи, а вот что-то такое, что люди потом будут использовать. Соответственно, вот сейчас на слайде буклетик, сделанный для, собственно, центра вверх. Опять же, для нас этот кейс больше всего любимый, может быть, потому что он был первый. Потому что мы вот через это входили в проект, и это чистая промбона. И на нем, кстати говоря, мы поняли еще одну вещь, вот насчет списка. Вот у фонда вверх дел для нас, вот вагон и маленькая тележка. А когда я увидел перечень, что, ну, как бы, ребятам из фонда нужно до конца года, а мы в этот момент были в Ирландии, и мы, значит, смотрим на океан, и вот тут вот холмы, и приходит подарев, да, в котором две страницы вот пунктов. И вот ты думаешь, ну, как же они без нас? Но с другой стороны, вот где я сейчас лобово разшибусь об этот айсберг, где там Маша сошлется, описывая все эти кейсы здесь в Москве, а у Саши просто вакуум сломается от того, чтобы все это нужно будет рисовать. И мы поняли, что вот надо говорить нет даже социальным проектом. Мы конкретно описали, что мы можем сделать из этого списка, и ничего мы не будем делать, ну, извините, просто вообще не умерзать. И, конечно же, третья составляющая такая совершенно кагностная на самом деле, но очень важная для маленьких проектов. Мы хотим денег, да, все-таки, чтобы жить. А работа с НКО, кроме того, что она полезна, и она меняет наше общество по предварительной части, она еще иногда приносит деньги. Потому что фонды все-таки, ну, получают какие-то конносинки иногда. И если еще сегодня сделать что-то бесплатно, то в следующий раз Насте может не успеть. А хаб мы просто очень любим, и это наш дом, и у нас с ним нет другая любовь, в общем-то, и другие отношения. Субтитры создавал DimaTorzok